Всем привет! Сегодня я покажу, как обыграть обычные аккорды АМ, ДМ, Е более красивыми вариантами. Давайте начнем с аккорда АМ. В привычном понимании мы ставим АМ на втором ладу, зажимаем четвертую, третью и на первом ладу зажимаем вторую. У нас аккорд АМ. Давайте как-то его апгрейдим, приукрасим и посмотрим, что из этого получится. Итак, первый вариант, самый простой, это когда я вместо АМ беру аккорд АМ-7. То есть я в этом случае поднимаю вот этот палец с третьей струны и получается у меня вот такой АМ-7 звучит, он уже отличается от того, что до этого появляется какая-то изюминка. Второй вариант я могу сделать так, что мы убираем вот этот палец и ставим четвертый палец, то есть мизинец мы ставим на третью струну четвертого лада. И звучит у нас вот так вот. Тоже достаточно, так как интересно, красиво, необычно. Вот. Но моя любимая аппликатура аккорда АМ, как мы можем его заменить, да? Это когда мы играем вообще очень простую аппликатуру. Мы зажимаем, значит, на пятом ладу всего две струны. Это четвертая и третья. Рекомендую зажимать четвертую струну вот этим безымянным пальцем и мизинцем зажимать на пятую ладу третью струну. У нас остается открытая первая и вторая и звучит уже так. Это тот же АМ, который, в принципе, можно заменить. Стандартный АМ. То есть, ну, гораздо интереснее звучит, вы сами послушайте, чем просто обычный вариант. Вот это обычный вариант. Вот это уже. Давайте перейдем к аккорду ДМ. Аккорд ДМ у нас стандартный. Это вот. Зажимается. Ну, наверное, все знают, да? На втором ладу зажимаем третью струну, на третьем ладу вторую струну. Мизинцем лучше. Я всегда рекомендую не третьим, а мизинцем брать ДМ. И на первом ладу мы зажимаем первую струну. Аккорд у нас ДМ. Что мы можем сделать, да? То есть, первый вариант, первый вариант. Мы можем сыграть аккорд ДМ7. То есть, когда мы зажимаем... Вот я рекомендую брать все-таки тут малые баррэ. Мы зажимаем первую и вторую вместе. На втором ладу мы зажимаем третью струну. Играем четвертая, третья, вторая, первая. Кто-то зажимает еще вот в такой аппликаторе. В принципе, тоже можно зажать. Это когда мы зажимаем на первом ладу первую струну вторым пальцем средним. Значит, вторая струна первого лада указательной. И на втором ладу мы зажимаем третью струну. Можно тоже так же. Мне больше нравится в таком значении. Дальше смотрите, что мы делаем. Для того, чтобы приукрасить аккорд ДМ, мы можем вот эту аппликатуру, которую я показал с малым баррэ, двигать на третий лад. Это все можно обыгрывать аккорд ДМ. Давайте покажу, как можно еще приукрасить аккорд. Мы берем на... Все знают аккорд, наверное, Д, который берется в этой позиции. То есть мы берем вот этот аккорд Д привычный и переносим в пятую позицию. У нас зажимается здесь пятый лад третья струна, шестой лад вторая струна и пятый лад первая струна. Играем четвертым басом. И то же самое можем перенести через один лад. То есть у нас, смотрите, в арсенале уже есть такие выразительные средства, как малый баррэ, который переносится через один лад. И вот здесь мы берем альтернативный Д7, как Д, только на пятом ладу. Аккорд вообще называется ДМ7. Дальше то же самое мы переносим вот сюда. Ну, можно еще на десятом ладу взять. Десятый лад, баррэ малая, третья, вторая. Первая, вторая, третья струна. И получается, что когда мы играем аккорд Д7, мы можем его так и обыграть. И потом переходим в АМ. Ну, вместо привычного АМ мы берем тот, который я говорил выше. Первая, вторая, вторая, третья. И зажимается на пятом ладу третьей и четвертой струна с пятым басом. Давайте теперь в практике посмотрим, как можно заменить обычные аккорды АМ, ДМ на те, которые я показал выше. Если мы играем, допустим, аккорд АМ в стандартном переборке. Дальше мы переходим на аккорд АМ. То здесь мы можем взять вот так вот. АМ, ДМ И опять в АМ. Вот. Кстати, аккорд Е. Его можно взять, первый вариант, это когда мы берем. Мы на первом ладу зажимаем три струны, малая барре. Это первый вариант. Второй вариант с мизиньцем. А еще прикольный вариант звучит, когда мы добавляем сюда на второй лад, на вторую струну ноту. Ну, либо берем как ДМ, только сдвинутый на лад назад, на первый. Здесь можно применить вот эту аппликатуру как альтернатива стандартному аккорду Е или Е7. Вот у нас получился первый вариант этого. Еще мне очень нравится вот такая аппликатура Е7, но она достаточно сложная. На третьем ладу мы зажимаем первую и вторую, на пятом ладу мы зажимаем третью, на шестом ладу мы зажимаем четвертую, на седьмом ладу мы зажимаем пятую. Такая растяжка для пальцев получается. Смотрите, как классно звучит аккорд. Это аккорд Е7, но с приправой. Представьте, что у вас есть суп без приправ. Вот он, суп без приправ. Щи, борщ без приправ. Этот аккорд, когда мы добавили сюда красный перец, соль, базилик, петрушку, укроп, зелень. То есть вот он с приправами получился. Уже такой вкусный аккорд. То же самое можно сказать про то, что я говорил выше. АМ, вот обычный, да, вот уже с приправами. Это Е7. И опять ВМ приходит. Спасибо за внимание. До новых встреч. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Пишите комментарии. И пока.